Nike, Adidas, Jordan Brand, Thunder Armor, Leaning. Сегодня, пожалуй, именно эти бренды доминируют на просторах NBA. И именно благодаря им, в общем-то, мы видим и именные кроссовки, и целые линии одежды, и еще кучу другого баскетбольного стафа. Я думаю, что ни для кого не станет каким-то открытием, что так называемыми амбассадорами брендов, которые я перечислил прямо сейчас, являются Lebron, Harden, тут даже сказать сложно, наверное, больше Вейсбрук, однозначно Уэйд и, само собой, Стеф. Всем привет, баскетболисты, и сегодня мы с вами посмотрим на одну невероятную историю, благодаря которой у Under Armour теперь есть такой парень, как Стеф Карри, и чего может стоить всего лишь одна ошибка одного представителя компании. Погнали смотреть. Итак, для того, чтобы мы все понимали, о чем сейчас пойдет речь, нам нужно для начала будет перенестись в далекий 2013-й. Год, когда Стеф Карри должен был заключать новый контракт с Nike, заняв тем самым нишу разыгрывающих, получив, возможно, от кроссовочного бренда не только финансовые плюсы, но и именные модели, возможно, даже вместо Карри Ирвинга. Вообще, рандомным фактом тут стоит рассказать и в общем о том, как складывались отношения бренда именно со Стефом, а уж только потом смотреть, к чему это все привело. И да, Стеф всегда был приверженцем именно кроссов с галочкой, так что если вы думали раньше, что Карри с самого первого дня в лиге работал с Андерами, то это далеко не так. На самом деле, его знакомство с компанией произошло еще задолго до того, как он вообще попал в лигу. Дело в том, что крестный отец Стефа, Грег Бринг, во времена, когда маленький Стеф еще только начинал свой путь баскетболиста, уже работал в компании спортивного гиганта. И, само собой, он постоянно носил и кроссовки, и вещи этого бренда, тем самым подсадив, если так можно, конечно, выразиться, и нашего героя. По итогу же, когда для Карри наступило время драфта и попадания в NBA, вопрос о том, какая компания его будет подписывать, в принципе, отпадал самим собой. Первые контракты Стефа, так как он был еще только подающим большие надежды новичком, не могли похвастаться какими-то огромными суммами. Да и, если честно, то и позже Найки упорно воротили нос от парня, который сегодня кучей всех умеет бросать из-за дуги. Но об этом чуть позднее. Теперь вновь переносимся в 2013-й, на момент, когда Стеф накидывает NYX 54 очка в Madison Square Garden, тем самым вновь напоминая, кто тут умеет бросать из-за дуги, и играет он при этом в гиперфьюзах. Кстати, эти кроссовки, да и вообще почти все кроссовки, в которых он играл, независимо от бренда, Стеф до сих пор хранит в недоступном для широких глаз журналистов месте, как напоминание о его пути становления в лиге. Вот такой вот сентиментальный парень. В общем, на 2013-й год, по данным The Vertical, Найки не просто доминировали, а прямо-таки захватили NBA. На тот момент в кроссовках этой фирмы бегали 68% всех игроков NBA, а если прибавить к ним и подразделения Nike Jordan, то и вовсе вытекали циферки в 78%. Да что там говорить, на Олимпиаде 2012 года в Лондоне в Найках бегали все в сборной Америки, кроме Кевина Лава. Я не знаю, с чем это связано, но пусть это остается так. Ну не суть. В общем, доминирование и масштабы влияния компании, я думаю, и так понятны. Конечно же, когда такая огромная спортивная корпорация зарабатывает миллиарды и владеет практически всем баскетбольным рынком, подписывать абы кого они не могут. Так или иначе, деньги там любят считать все, и расчет на кого поставить из игроков является на самом деле большой задачей. Кстати, немного и о ставках. Вы наверняка уже слышали, что большинство гейнменеджеров в NBA ставят на то, что в будущем сезоне Леброн Джеймс получит звание MVP сезона. И как бы странно это, конечно, сейчас не звучало, к сожалению, мы такого предсказать не... А вот теперь мы приближаемся к самому интересному. В 2013 году перед ребятами из Найк стоял выбор. Стеф или же Кевин Дюрант? Кому из этих игроков больше и пожирнее предложить контракт? Кстати, вопросы для вас. Кого бы вы выбрали, будь вы, например, на месте Найка? Стефа или Кейди? Напишите об этом в комментариях, а мы обязательно это обсудим. Кевин Дюрант на тот момент звезда, пусть и без перстня, но уже олимпийский чемпион. Стеф же просто пулялка без каких-либо регалий и заслуг. Ну, видимо, так в Найках и подумали. В итоге, взвесив все за и против, Найки сделали выбор и устроили обоим игрокам встречи для продления с ними контрактов. Кейди, как более перспективному парню, ребята из Найк выкатили контракт, рассчитанный на 10 лет, по которому он получит 285 миллионов долларов. Все вроде бы круто. Ну, а теперь к Стефчику. Все, если честно, не заладилось с самого начала. История начинается с того, что Найки, казалось бы, как компания, которая заинтересована в продвижении своих же игроков, отказывает Стефу, а если быть точнее, то и вовсе не предлагает, в проведении собственного лагеря. Подобные кемпы, на самом деле, не редкость для игроков и являются для них большим шагом навстречу как фанатам, так и молодому поколению. А как стало известно позднее, это бы означало для Кари, что он теперь является чем-то большим, чем просто игрок. Тем более, что и сам он посещал до этого почти все подобные кемпы Криса Пола и многому у него там научился. Но у Найка почему-то на это оказался свой взгляд, оказались какие-то сомнения насчет того, что он сможет или не сможет провести лагерь, а стоит ли вообще это делать. Видимо, конечно, сказывалось то, что до этого у Стефа были травмы, в 12-м году Golden State раздумывали подписывать его или нет, но в итоге-то у штатов хватило сил поверить в снайпера, а вот Найк в итоге так ничего и не предложили. Это на самом деле стало первым звоночком к тому, что заинтересованность у компании была где-то на уровне паркета. Вторым и, пожалуй, самым важным моментом тут является презентация будущего контракта, которая проходила в августе 2013 года в Окленд Мэрриотт. С этого момента начинается, пожалуй, самая забавная история. Как рассказывает нам отец Стефа, Дел Кари, который тоже присутствовал на переговорах, первым, что его смутило, стал факт того, что на встрече не присутствовал Лин Мэрриотт, советник Леброна и известный брокер Найк Пауэр. Зато вместо него руководил переговорами Ника Хэррисон, директор по спортивным операциям Найк. Я на самом деле до сих пор не понимаю, как он там работает, но это не знаю, сейчас сами все поймете. Презентация началась с того, что Стефана начали называть Стефоном. Если я не понял разницу, то вот она прямо сейчас перед тобой. А, кстати, я еще хотел у тебя спросить, как правильно нужно произносить имя Стефана. Стефан или Стивен, Кари? Комментарии тебя ждут, может быть, все-таки это Стивен? Как ты считаешь, нет? Ладно, двигаемся дальше. В общем, поназывав Стефана Стефоном, ребята из Найк, сделав вид, что, в общем-то, так его и зовут, продолжили говорить о контракте. А отец Кари сидел в этот момент и вообще не понимал, что происходит. Нет, я, конечно, много раз слышал, как имя моего сына произносят неверно, но это было на улице. Но подписание контрактов с Найк это же совершенно другой уровень. Тем более, я поправил их в самом начале, во время первой ошибки, но они упорно продолжали называть Стефа неправильно. Ну а апогеем всей чудо-презентации стало то, что Стефа приставили форвардом Оклахомы, да еще и с фамилией Дюрант. Да, причина, конечно, тут одна. Как я уже говорил ранее, за некоторое время до этого контракт подписывали с Кейди, и, видимо, материалы либо не доработали, либо просто не захотели перерабатывать. Но факт остается фактом. Непеределанные фамилии на спине, что вылезало в катастрофическую ошибку, делая Стефа игроком Окла, и неверное произношение имени и смехотворные, в общем-то, 2 миллиона в год по контракту привели к тому, что Найки были посланы Стефом далеко и надолго. Но согласитесь, это прям уже очевиднейший перебор и дичайшее неуважение, пусть даже и к молодому игроку. Так какой же из всего этого итог? Через пару дней на Стефа вышли ребята из Under Armour, предложив ему контракт на сумму в 4 миллиона долларов, и, произнося его имя правильно на презентации, получили себе настоящую золотую жилу. После выпуска своих первых именных кроссовок продажи компании выросли до невероятных высот. Спустя 2 года Андеры, само собой, продлевают контракт с Карри до 2024 года, по которому ему вроде бы достался, помимо денег, еще и пакет акций. Но об этом особо нигде не разглашается. Но теперь к самому сладкому, это к циферкам. Как сообщает нам аналитик-бизнес-инсайдер Морган Стэнли, для компании Under Armour на 2016 год Стефан Карри оценивается в перспективе на 14 миллиардов долларов. Продажи компаний только в США на начало 16-го года выросли на 350%, а сам же Стеф и его именные кроссовки обгоняют по продажам популярности всех, кроме Майкла Джордана. Ну, вот это надо знать. Так что сегодня мы с уверенностью можем сказать, что Стефан Карри и молодая компания Under Armour также совершили маленькую революцию в мире брендов баскетбольной обуви, как когда-то это сделал Майкл и Найке. Ну, а самим же Найкам в этот раз просто не повезло, они сами сделали все, чтобы потерять Стефана Карри от собственной, не знаю, неподготовленности, тупости, ну, либо они просто не ставили на него никаких целей. Напишите в комментариях, в каких кроссовках вы играете прямо сейчас, какие бы хотели себе модели и какую из брендов предпочитаете сами. Ставьте свои самые наикрутейшие баскетбольные лайки, если выпуск вам понравился, услышимся в следующем ролике, пока.